Библейский портал экзегет.ру представляет При применении спецэффектов 300 человек, специально отобранных, тех, кто сами хотели пойти на бой, тех, кого взял Господь, дав Гидеону определенный знак, ночью, внезапно окружив Мадиамский лагерь, начинают трубить в трубы и открывают сгорящие факелы. Мадианитяне решают, что огромное войско окружило их лагерь, в панике убивают друг друга, мечутся и бегут. Тогда Гидеон отправляет вестников к другим израильским племенам, и вот эта победа силами 300 превращается в колоссальный триумф огромного количества израильтян, потому что со всех сторон они уже участвуют в этом добивании нашествия мадианитян, которые не давали всем покоя. Триумф, победа, а что после? Вот очень важный вопрос, что бывает после победы? Ведь вся книга судей или вождей, она про то, что израильтянам плохо, они обращаются к Богу, тот посылает им вождя, вождь помогает им избавиться от вот этого нашествия, от угнетателей, а потом они возвращаются к старому. Вот здесь буквально описано, как они возвращаются, причем даже еще не из вичества, они для начала делят победу. Ведь это очень важно, кто победил, кто самый крутой, кому ордена вешать. Орденов не было, но своя гордость и честь была. Ефремлине с большим негодованием заявили Гидеону, что же ты с нами так обошелся, почему ты не позвал нас, отправившись на войну с мадианитянами? Еще неизвестно, пошли бы, а вот как победа, то предъявляют претензии. А Гидеон ответил им, да что же я сделал такого по сравнению с вами? Пусть Авезор собирал виноград, но Ефрему достались лучшие грозди. Это в ваши руки предал бог мадиамских князей, Рева и Зеева, и разве я что-то сделал такого, что сравнилось бы с вашими делами? Когда он нам это сказал, их негодова не утихло. Смотрите, Гидеон разбил вражеское войско. Войско побежало. Остатки Ефремлине встали там в засаде и просто перебили бегущую толпу, которую уже войском не назовешь. А Гидеон говорит, да ребята, это вы победили, я-то вообще ничего, я тут ни при чем. Без его победы не было бы и их этого участия. Гидеону не важно первенство. Ефремли нам крайне важно сказать, мы тут самые крутые, ты нас не позвал, ты виноват, а мы всех победили. Да пожалуйста, вы всех победили, вы тут герои. Вот иногда так приходится. Тем временем Гидеон добрался до Иордана и перешел его. С ним и 300 человек его спутников, тех самых, которые, собственно, победили. Но погоня за врагами уже изнурила их. Понятно, они гонятся и совсем без сил. Тогда он попросил жителей Суккота, прошу вас, дайте моим людям печеных лепешек. Они, как и я, обессилели в погоне за Зевахом и Цалмунной царями мадиамскими. Вот эти самые мадианитяне, которые нашествия организовали. А знатные люди Суккота вчера, а что ты уже схватил за руху Зеваха и Цалмунну? С чего бы нам давать хлеб твоему войску? То есть, а мы еще не знаем, кто победит. Вдруг они победят, нас накажут за то, что мы тебя покормили. Вот, видите, как устроен этот израильский народ. Одни говорят, да мы тут самые крутые, почему ты нас на первое место не взял. Другие говорят, да мы вообще не знаем, кто победит, мы не торопимся. Славу делят, а тяготы войны, да хоть накормить войско хлебом, накормить всех усталых людей, которые победили ваших же врагов. Да нет, что вы, мы еще не знаем, как все повернется. Вот прямо сразу становится видно, как это все устроено и работает. И почему говорится, что израильтяне, ну, не тот народ, который вот вправе рассчитывают на милост Божию? Ну, как они себя ведут? На это Гедеон пообещал. Вот когда схвачу Зеваха и Цалмунну, тогда по вашим спинам за эти слова прогуляются пустынный терновник и колючки. Обещают им такую суровую порку, этим самым начальникам города Суккота. Оттуда он отправился в Пенуэль и повторил там свою просьбу, но жители Пенуэля отвечали то же, что и жители Суккота. И он пообещал, так, как вернусь с победой, то разрушу вашу башню. Соответственно, башня, главное сооружение, ну, их символ безопасности. А безопасность не в инженерных сооружениях, не в оружии. Она в солидарности и в вере в Бога. Зеваха и Цалмунна, эти вотражеские цари, были в Каркоре в сопровождении 15 тысяч воинов. Вот и все, что осталось от лагеря восточных племен. Опало из них 120 тысяч человек, выходивших на битву. Слегка нереальные цифры, на самом деле. Ну, мы смотрим за масштабом, скорее, да? То есть, осталась где-то восьмая часть. Гедеон же отправился по тропам кочевников на восток от Навы и Йогбехи, и напал на лагерь Мадьянитян, когда никто в лагере не подозревал об этом. И Зеваха и Цалмунна бежали, но он погнался за ними, захватил обоих царей Мадьянских, и Зеваха и Цалмунна о весь их лагерь обратил в бегство. Ну вот, окончательная победа. И Гедеон не простил. Он не простил, на самом деле, предательства. Вот того, что его собственный народ отказывается помогать ему в борьбе с врагами этого народа. После этого Гедеон, сын Юаша, возвращался с войны по Харирским отрогам. Там он захватил молодого жителя Суккота, допросил его, и тот написал ему имена знатных людей и старейшин Суккота. Всего 77 человек. Потом Гедеон пришел к жителям Суккота и объявил. Вот те самые Зеваха и Цалмунна, а вы насмехались надо мной. Мол, Зеваха и Цалмунна еще не в моих руках, чтобы вы дали хлеба моим изнуренным людям. Он взял старейшин этого селения, велел принести из пустыни колючки и терновник, и наказал ими людей Суккота. А в Пенуэре он разрушил башню и перебил людей в том селении. Вот все-таки не могут они иногда остановиться. Я считаю, башни было бы достаточно. Но враж вошел, да. Зеваха и Цалмунна он спросил, кого это вы убили на Фаворе? Да, там же сражение было. Они ответили, с виду они были совсем как ты, походили на сыновей царских. Гедеон сказал, то были братья мои, сыновья, матери мои. Жив Господь. Если бы вы сохранили им жизнь, то и я бы не стал вас убивать. Вот своих он перебил только что, считая их предателями. А это враги. Вот если они ведут себя по-рыцарски, хотя слова рыцарства еще не существует, вот они не добивают пленных, то и их можно отпустить. Если бы вы сохранили им жизнь, я не стал бы вас убивать. Етеру первенцу, своему сыну, он сказал, давай убей их. Но юноша так и не излег из ножен меча. Он рабел, потому что был совсем молод. Еще, видимо, мальчик. А Зеваха и Цалмунна на это сказали, давай сам сроди нас. Не всякому это спаси вам. Дескать, даже пленные мы внушаем ужас. Гидеон подошел и сразил Зеваха и Цалмунна, забрал себе украшенную сброю их верблюдов. А израильтяне предложили Гидеона. Вот что они могут ему предложить? Да, вот они же все делят власть и почести. Кто главный, кто всех убил, кто поделится хлебом, кто не поделится. Ммм, крутой Гидеон, всех победил. Да. Израильтяне предложили Гидеону. Правь нами ты сам и передай правление сыну и внуку твоему, ведь ты избавил нас от руки, Мадеонитян. Вот могла бы установиться монархия. Она не скоро установится. Будет длинный и сложный путь. Книга Судей, она еще про то, как монархия была бы полезна, но не могла установиться. Вот победитель мог бы быть первым царем. Гидеон ответил им. Ни я не буду править вами, ни мой сын. Пусть правит Господь. Вот очень важный принцип. Потом, когда оно установится, об этом будет говорить. Самуил с израильтянами и от Господа будет ответ, что монархия, по сути дела, недоверие к теократии. Господь правил этот Израилем, а человек может быть его наместником. Если мы сажаем царя и, более того, династию, то есть его дети, внуки будут дальше править, мы как бы не доверяем Господу это делать. Но добавил Гидеон. Только вот чего попрошу я от вас. Создайте мне каждый из своей добычи по серьге. У побежденных было много золотых колец, как это принято у измаильтя. Ну, то есть измаильтяне, это общее название в данном случае восточных народов, они носят, соответственно, какие-то кольца, серьги. Израильтяне согласились, расстелили обычаю, и каждый бросал туда по серьге из своей добычи. Все эти серьги, которые он получил, весили 1700 шекелей золота. Ну, если поделить, например, на 100, то это будет количество килограммов. 1700 делим на 100, ну, порядочно, больше 10 килограммов. И это сверх полумесяцев подвесок, пурпурных одежд, которые были на мадиамских царях, сверх сбруй, что были на их верблюдах. Из всего этого Гидеон сделал эфот, и поместил его в родном селении Вофре. Вообще эфот — это то, что носили. Обычно так это называется, некая священная одежда. А здесь явно это некий культовый предмет. И вот смотрите, в книге Судей еще нет единого культа, нет единого места, где почитают Бога. Где хотят, там и ставят жертвенники. И вот Гидеон берет только со своего войска, ну, с этого огромного ополчения налог и делает из полученного золота некое священное изображение для того, чтобы поклоняться Господу. Господу ли. Когда мы сделаем неязыческую, изначально, может быть, и хорошую, статую, изображение, что-то еще, слишком велик, становится соблазн считать именно этот священный объект предметом культа. Именно к нему обращаться в молитве. И совратился из-за него в язык, что весь Израиль и Гидеон, и его дома он стал лаушкой. А ведь не сказано, что в Аалу или Астарте. Но вот по результатам победы очень легко обожествить собственную победу, приносить жертвы своей победе, а не тому, кто ее даровал. Младенитяне же были унижены при ценами Израилевыми и смели поднять головы. Страна благоденствовала 40 лет во дне Гидеона, а сам Ерубал, ну, это вообще его второе имя, да, это один тот же человек, а сам Ерубал, сын Юаша, отправился жить к себе домой. Вот его хотели сделать царем, а он пошел жить тихо дома. У Гидеона было 70 сыновей, рожденных от него самого, потому что у него было много жен. Все времена это нормально. А представим себе, сделался бы он царем, и 70 сыновей потом бы делили наследство отца. Ничего хорошего бы, наверное, не вышло. Шехиме была у него наложницей, она тоже родила ему сына, которого он назвал Авимеллах. Он еще сыграет потом свою роль. Гидеон, сын Юаша, умер в глубокой старости и был похоронен в гробе своего отца Юаша в офре Авезоровой. Когда Гидеон умер, то сыны Израилевы снова впали в блуд, почитая Ваалов. Ну, мы только что видели, что и до его смерти опять началось. На самом деле, судя по всему, никогда не прекращалось, а было, скажем, более-менее явным. Сделали они себе богом Ваалберита. Не помнили уже сына Израилева о Господе Боге Своем, который избавил их от рук всех окрестных врагов. И дома Ерубаала, то есть Гидеона, не платили они добром за все, что он сделал для Израиля. Очень характерное примечание, что отсутствие верности Богу одновременно это отсутствие благодарности человеку, который эту веру в Бога им явил. Действительно, очень часто это бывает, как потом это будет в послании Акова, например. Если ты не любишь брата, которого видишь, то, как можешь любить Бога, которого не видишь. Вот если ты не проявляешь благодарность и уважение по отношению к тому, кто был выдающимся и сыграл какую-то важную роль в твоей истории, в истории твоего народа, его потомкам, то о какой вере в Бога можно говорить? Но это еще не конец истории потомков Гидеона. Она дальше будет продолжаться. И в 9 главе мы ее прочитаем. Продолжение следует... Продолжение следует...